Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Сегодня мы с вами будем наряжать Араукарию. Настоящую тропическую новогоднюю елочку. Итак, до Нового года уже остались считанные дни. Самое время наряжать елочку. Но, конечно, на канале про экзотические комнатные растения будет не обычная елочка, а будет в качестве живой елочки Араукарию. Я ее буду наряжать и заодно расскажу историю появления этого дерева, а также уход за Араукарией в комнатных условиях. Тем более, это дерево неприхотливое, и каждая семья может иметь у себя дома живую новогоднюю елочку, а не искусство. Конечно же, у каждой семьи есть своя коробка с новогодними игрушками. Зачастую эти игрушки передаются из поколения в поколение, хранятся где-нибудь в пыльном и дальнем углу целый год, но когда приходит время Нового года, их достают и, конечно же, украшают новогоднюю елочку. Конечно, такая коробка-сундучок и у нас есть. Украшаем мы каждый год нашего Араукарию уже на протяжении, наверное, 8 лет. Вообще, это дерево появилось у нас почти 13 лет назад. Меня по работе отправили в командировку в Сургут, когда экзотические растения купить была очень большая сложность и редкость. Но вот именно там я, можно сказать, что впервые увидел это дерево. И, конечно, идея новогодней елочки живой, чтобы она была у нас дома, не наряжать искусственную елочку, которая у нас тоже есть, а настоящая живая, эта идея покорила меня. Несмотря на то, что Араукари достаточно дорого стоила даже по тем временам, я прекрасно помню эту сумму, купил я ее за 600 рублей. Лана, ну, вот такого вот всего размера. Я знал, что она вырастет, ее можно будет наряжать в качестве елочки, елочными игрушками на Новый год, что и сейчас мы удачно делаем. Так вот, несмотря на достаточно дорогую ее цену, как ни банально, именно с севера, с сургута, я привез из командировки вот это вот замечательное растение. Но с этим растением не только началось мое увлечение экзотическими комнатными растениями, они всегда меня привлекали. Ну, также в этом же году появилась наша семья, семья Черепановых. Так что, эта елочка, или на самом деле, как ее называют, Араукари, 12 лет назад положила начало как нашей семье, так и увлечение нашей семьи уже экзотикой. Конечно, старые стеклянные игрушки, они очень красивые и нарядные, но чтобы все-таки нашу экзотическую елочку сильно не перегружать, мы купили пластиковые, очень легкие игрушки. И фактически они не влияют на состояние дерева. Все-таки нашу красавицу мы стараемся беречь. Благо сейчас таких легких игрушек, которые по красоте уже не уступают и старым стеклянным очень большое количество. Сейчас купить Араукари уже не заставляет труда. Практически в каждом цветочном магазине их продают в огромном количестве. И, конечно же, такую красавицу гораздо лучше живую иметь дома, нежели искусственную елку. Самое главное, что уход за Араукари достаточно простой. Каких-то особых приемов она вовсе не требует. Она не очень требовательна к солнцу. Даже я бы сказал, что прямые солнечные лучи, как любое тропическое растение, она не переносит. То есть может стоять где-то в уголке и при этом не сильно мешаться. Должен быть умеренный полив. Конечно, она не любит жесткую воду, но это можно очень просто исправить. Либо поливать ее дождевой водой, либо талой водой. Ну, в крайнем случае можно использовать кипяченую воду. Если у вас мягкая вода, то вложена из-под крана. Но обязательно, конечно, чтобы вода была теплая. Желательно комнатной температуры. Определить, когда нужно поливать, достаточно просто. Потрогать поверхность земли где-то на глубине 1-2 сантиметра. Если земля влажная, то полив еще не требуется. А если уже земля подсохла, то как раз время поливать. Также очень рекомендую замульчировать поверхность мухом. Мох сам создает слабокислую реакцию при поливе, к тому же препятствует защелачиванию почвы. Так же, как и большинство тропических растений, араукария предпочитает слабокислую почву. Такую почву без труда можно набрать в воинном лесу. В 5-6 частях лесной земли достаточно добавить одну часть перегноя. Это и будет идеальный грунт для араукарии. Конечно, периодически араукария нужно подкармливать. Идеально подходят все удобрения для цитрусовых. Потому что как и цитрусовая араукария любит кислую почву, не любит жесткую воду. Поэтому эти удобрения для нее будут идеальны. В летнее время достаточно удобрять араукария 2 раза в месяц. Зимой, конечно, удобрять надо гораздо реже. Достаточно одного удобрения в квартал. Обычно я стараюсь удобрение совместить с поливом. Просто концентрацию уменьшаю примерно в 10 раз и при каждом поливе немного добавляя удобрения происходит как полив так и удобрение. Араукария как любое хвойное растение выделяет очень вкусный и приятный своеобразный хвойный запах. Но ее пышная хвоя конечно является идеальным поисборником. Поэтому у араукарии достаточно часто нужно устраивать душ. Также она очень хорошо относится к опрыскиванию. Не ленитесь и раза два в неделю можно опрыскивать араукарии ну и хотя бы раз в месяц обязательно устраивать теплый благотворный для нее душ. У араукарии есть одна особенность отличающая от обычной елки. У нее появляется новый прирост и тут же начинают расти боковые веточки. Поэтому зачастую можно увидеть такую картину что макушки у нее фактически и нет. Но как же новогодняя елочка без макушки ее обязательно нужно иметь. Для этого мы просто берем проволочку и на эту проволочку одеваем звездочку и так наши араукарии имеют обычный естественный елочный вид. Как же новогодняя елочка без гирлянды? Но тут тоже должны быть свои особенности. Ламповая гирлянда не подойдет так как лампы будут нагреваться и обжигать хвою араукарии. А нам все-таки нужно чтобы это растение нас радовало каждый год в течение многих лет. Поэтому для араукарии подойдет обычная светодиодная гирлянда. Благо таких сейчас продаж огромное количество. Ну и конечно же какая новогодняя елочка из разноцветной мишуры и различных должников. чтобы придать нашей елочке больше сказочности обязательно нужно задекорировать горшок. Сделать это очень просто с помощью обычной мишуры либо белоснежный ват. мишуры 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 Ну и конечно же все мы из детства помним эту фразу Раз, два, три, елочка горит Вот и наша елочка теперь горит новогодними огоньками Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Пожелать счастья, здоровья, всех благ И пусть обязательно в новом году все ваши мечты сбудутся Пусть в вашем доме обязательно появится вот такая настоящая желаемая елочка Отчего ваши детки и внуки будут несказанно рады Ведь именно настоящая елочка может только передать все волшебство и полноту праздника Пусть она так же как и у нас станет у вас хранителем вашего семейного очага А теперь, если понравилось видео, ставьте палец вверх Пишите комментарии Задавайте вопросы Поделитесь своим опытом Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики Успехов вам и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...